Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот здесь сама красота вот этого построения идиота, когда Настасья Филипповна в какой-то момент говорит вот эту фразу. Хочешь, я прогоню Рогожина, ты думала, что я уже и повенчалась с Рогожиной для твоего удовольствия, вот сейчас при тебе крикну, уйди, Рогожина, князю скажу, помни, что ты обещал, Господи, для чего же я себя так унизила перед ними? То есть здесь мы, конечно, имеем дело с невероятным погружением в человеческую психологию и психику, равному которому нет в мировой литературе. То есть, конечно, Набоков это совсем о другом. Набоков это о стиле, об эстетике, это определенная ирония над традицией. Здесь Достоевский доходит до вершин человеческой психологии, вот в таком ее невероятном преломлении. И если говорить о самом Достоевском, то это, конечно, очень образованный человек, человек, тем не менее, который происходит из очень бедной семьи, человек, который страдает от эпилепсии, то есть это припадки, это колоссальные муки. И вот я когда готовилась, я думала о том, до какой степени должен страдать человек, чтобы написать такие романы. Он действительно очень физически и морально страдал. Это смерть детей двоих, то есть это совершенно страшные вот такие истории жизни. И тем не менее, это очень образованный человек, который воспитывается в духе и Фридриха Ницше, и Жанна Поля Сартра, и всей классической литературы. В Великое Пиктикнижье – это пять романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», каждый из которых, в общем-то, дополняет друг друга. Ну вот, семья, да, Михаил Достоевский, Мария Нечаева, они живут даже на территории Московского военного госпиталя родители. Если говорить о Набокове, там будет интересно, братья Достоевского, рождается потом первый сын Михаил, один из братьев Андрей, он будет по ошибке сидеть в тюрьме, и за ним будет присматривать родственник Набокова. Как ни странно, в Петропавловской крепости, это в Петербурге, и он будет так внимателен к нему, что царь, с одной стороны, вот этому родственнику Набокова, он выпишет Ивану Александровичу, он, с одной стороны, его обвинит, что он был слишком мягок к Андрею, а с другой стороны, он даст ему за это награду. То есть, вы видите, вот такие пересечения судеб, есть, да, Петропавловская крепость, брат Достоевского сидит в тюрьме по ошибке, и родственник Набокова, собственно, он от него зависит, да, Иван Александрович Набоков. Набоков из очень благородной семьи происходит, у него есть дом, где он рождается в Петербурге, мы дойдем до биографии Набокова, но пока вот линию Достоевского, но тем не менее, вот если говорить о родственниках, то это тоже будет прослеживаться. Вот Андрей Михайлович по ошибке, да, проводит 13 дней в крепости, а Федор Михайлович попадет во срок на 4 года по, собственно, по ошибке, потому что кружок Петрашевского, до которого мы дойдем сейчас, это, конечно, не было ничем серьезным, но он отбывал этот срок как вот такое наказание за небрежно брошенные слова. Вот если говорить о детях, вы видите, что Михаил и Федор получают очень хорошее образование, вот здесь и Вальтер Скотт, и другие классики мировой литературы. Произведение двойник – это полное непонимание, да, то есть вот если предыдущее произведение Достоевский предстает как гений, то двойник, собственно, встречается непониманием. Тем не менее, именно двойник оказывает большое влияние на европейскую литературу, и европейская литература оказывает большое влияние на произведение двойник. Вот здесь важная тема у Достоевского – это Яков Петрович Каляткин, но в английской, например, литературе или в американские – это Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Вот это двойничество, которое скрыто психоанализом о том, что личности у человека не одна, а очень много. То есть вот эта история двойничества, она будет потом и у Оскара Уайлда в Дориане Грэй в огромном количестве произведений. Но вот на русской почве это встречается как-то не особенно горячо. Вот этот двойник, он не приобретает такое большое значение в XIX веке. Кружок Белинского, разрыв, сначала с Тургеньевым разрыв, вы видите, он ссорится с редакцией «Современника в лице Некрасова». Это отдельная история, взаимоотношения с писателями, очень непростая история. Но вот нас, наверное, скорее всего интересует кружок Петрашевского. И тот факт, что были распространены слова Белинского, вот он повлиял на то, что наказание было столь страшным. И оно было не просто страшным, там было наказание расстрелянием. В последний момент одного из Петрашевского, он вообще сошел с ума буквально, в последний момент Достоевского вот это наказание было заменено каторгой. То есть это колоссальный, конечно, стресс, которому даже стрессом это страшно назвать. Но вот тем не менее, вокруг этого времени начинают создаваться произведения, которые очень романтичны по своей сути. Вот как «Немецкий романтизм», как «Гофман», произведение «Белые ночи». Оно о Петербурге, оно очень красиво. Вообще Петербург, приезжайте в Петербург, пожалуйста, Анна, приезжайте в Петербург. Петербург – это город Достоевского. Петербург в чем-то, вот это не Барселона, Петербург – он такой грустный город в чем-то. Вот у нас много грусти, грусти, красоты этой грусти. То есть для Португалии, я знаю, есть понятие солидар, светлая грусть. А здесь вот такая грусть, она туманная с одной стороны, а с другой стороны вот здесь есть определенная такая тяжесть. То есть вот герой «Белых ночей» – это очень герой Достоевского, это очень герой романтический герой, это очень герой петербургский. То есть вот он сразу попадает вот таким прямо дротиком правильно вот в эту цель. Здесь герой-мечтатель, герой, который бродит по этому ночному городу в своих мечтах, встречает девушку, влюбляется в нее, не смеет даже поверить, что он может с ней как-то даже разговаривать. А девушка зовет его потом, она даже не зовет его на свидание, она рассказывает страшную историю о том, как ее бабушка булавкой пристегивает к своему платью, вообще не может никуда отойти. Но герой, он рассказывает ей тоже такую жуткую историю о том, что он никогда в жизни ни с кем не общался, последние 20 лет, это первая встреча. То есть вот они идут по этому ночному Петербургу, эти «Белые ночи» и разговаривают. То есть здесь и Боголь с Евским проспектом, и Гоффман, которого так Цветаева любила, и вот этот герой-мечтатель. И здесь есть пушкинские мотивы. Вот здесь такой у меня огромный прыжок ответвления, который собьет логику повествования, но тем не менее, мне кажется, это очень важно. Это не просто «Белые ночи», не просто «Мечтатель», а здесь он затрагивает еще Достоевский «Домик в Коломне» и «Египетские ночи» у Пушкина. То есть это напрямую такие есть отсылки к этим произведениям. А что такое «Египетские ночи»? «Египетские ночи» — это совершенно фантасмагорическое произведение Пушкина о том, как приезжает такой гастролер, типа Нина Фериксовна, да, господи, приезжает гастролер, импровизатор из Италии, и говорит, я буду вам тут стихи сочинять. И его приглашают, и он начинает не просто стихи сочинять, а он публично начинает стихи сочинять о Клеопатрии. И стихи эти очень красивые, вот эти «Египетские ночи» Пушкина, вот эта история поэта Чарского, который чувствует приближение, вдохновение, и иностранец, которому разрешили эти стихи читать. И там настолько яркие пишет Пушкин стихи, что даже Валерий Брюсов, известный поэт и писатель серебряного века, он дописывает эту поэму. А поэма звучит совершенно потрясающе. Клеопатра чем славится? Что она на следующее утро отрубает своим возлюбленным головы, и Пушкин об этом пишет. Это вот я все о «Белых ночах», да, потому что «Белые ночи» почему-то имеют вот этот выход к египетским ночам Пушкина. Посмотрите. «Клянусь, о матерь, наслаждение, тебе неслыхано служу на ложе страстных искушений, простой наемницей всхожу. В немли же мощная киприда, и вы, подземные цари, о боги грозного Аида, клянусь до утренней зари моих властителей желаний, я слагострастно утомлю, и всеми тайными лапзаний, дивной негую талию и финал, да? Но только утренней порфирой аврора вечная блеснет, клянусь подсмертную секирой глава счастливцев отпадет». Безумно красивые стихи. Чем славится Пушкин для русской традиции? Пушкин – это писатель, поэт, который принес ажурность в русский язык. То есть до Пушкина говорили, бедная Лиза Карамзина говорила о Доме Ломоносово. То есть язык русский не был столь ажурен. То есть Пушкин пишет с таким вкусом и с таким владением русского языка, что это становится вот такой, ну вот, новым этапом развития и культуры, и языка, и всего. И вот белые ночи – это египетские ночи. Потому что египетские ночи, здесь у нас замечательный такой литературовед Маркович, он объясняет, что здесь у Пушкина вообще нет ничего своего на тот момент. Здесь и батюшков, и барков, и вольтер, и парни. В общем, вся мировая культура в этих египетских ночах. И зачем она Достоевскому? Потому что это не просто темный город такой, где мечтатель с кем-то знакомится. Это город культуры, это город вот этих колоссальных пластов всего того, что здесь было до этого. И в этом произведении это все проступает, как потом у Набокова будет проступать какие-то смыслы сквозь его тексты. То есть, наверное, если бы вы меня спросили, чем Достоевский отличается от Набокова, Достоевский все пишет достаточно впрямую. Он страдает над своими героями. И даже если по Бахтину у него есть полифония, то есть разноголосия, разные мнения в произведениях, в одном и том же произведении один и тот же герой может иметь разные мнения, то у Набокова смысл, они проступают сквозь текст. Это совсем другая традиция. То есть Набоков будет писать об одном, а смысл может быть другой. То есть пишут они по-разному. Ну вот далее, если говорить о том, как пишет, соответственно, и Пушкин, и чем окрашены белые ночи, лестницы чувств. Восходящие ступени, сменяющие друг друга чувства, образуют лестницу. Лестница – это возможность и способ возвышения каким-то уровнем, переход на другой, более высокий уровень. Вот проза, так же как стихи Пушкина, так же и проза Достоевского с огромным количеством вот таких смысловых пластов. И далее этапы биографии Достоевского. Восьмилетний срок, каторга, смертная казнь, которая заменяется, смертная казнь расстрелянием, которая в последний момент во время сценировки казни заменяется помилованием. И вот идут ряд произведений, которые являются отголоском времени, которое проводится в Остроге. Например, записки из мертвого дома. Поездка Достоевского за границу – это 1962 год. Достоевский уезжает за границу в Германию, Францию, Швейцарию, Италию. Знакомится с молодой эмансипированной особой Аполлинарией Сусловой. И вот это находит отражение в романе «Игрок». Что такое роман «Игрок»? С одной стороны, это роман, который нас отсылает к азартным играм. И у Пушкина будет эта тема азартной игры. У Набокова не будет азартной игры. У Набокова что будет? Шахматы. А вот он заменяет, он даже будет говорить о том, что его не интересует музыка. Так Набоков будет писать, что меня совершенно не интересует музыка. Я заменяю музыку красотой решения шахматных задач. И вот вы здесь видите, что у Достоевского это игрок. Но это не просто игрок, это не просто игра, которую он рассказывает. Это опять-таки тематика, которая найдет свое отражение в других известных произведениях литературы. Ну вот немного текст мы можем ощутить. Раз это было в Швейцарии, заснул в вагоне, и, окажется, заговорил вслух с Полиной, чем размешил всех сидевших со мной приезжих. Еще раз теперь я задала себе вопрос, люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить. То есть лучше сказать, я опять в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу. Но мы здесь видим напряжение, чувств, любовь, ненависть, карты. И вот зачем я вам это рассказываю? Я вам рассказываю это за тем, что это будет иметь напрямую аллюзию к другим очень известным авторам. Например, к Стефану Цвейгу «24 часа из жизни женщины». То есть вот здесь и европейская, и русская традиция очень сильно соприкасаются, потому что Стефан Цвейг – это произведение литературы о любви, равных которому, наверное, опять-таки нет в мировой истории. История «24 часов из жизни женщины» – это история страсти во всем своем таком очень бурном преломлении. Там история о том, как замужняя женщина кого-то встретила и ушла из… Она просто встала и ушла, да, уехала с человеком, которого она встретила. И параллельно рассказывается другая история о том, как молодой человек проигрывался в карты. Его встретила дама, уже не совсем молодая, эта дама ему стала помогать, она прониклась к нему удивительным сочувствием, она дала ему денег и сказала, чтобы он ушел и уехал на вокзале. А потом она пришла в тот же игорный дом и обнаружила, что молодой человек также сидит за карточным столом и также проигрывает все ее деньги. «24 часа из жизни женщины» – это в Европе такой апофеоз и рассказов о любви, и вот этого времени довоенного, когда пишет Стефан Цвейг. То есть очень сильная традиция, но Достоевский во многом перекликается с этой темой. Потом будут писать, что Стефан Цвейг во многом эти мотивы заимствует. Ну вот, экранизации я вам покажу несколько моментов, если вы позволите, игрок. Вот как он несколько... Я Смиркина, Анна Григорьевна, у него господина Достоевского. Ну это же Федор Митал, Федор, сам Достоевский. А мне дело не до того, что он в зловенируст. «26 дней из жизни Достоевского». Я вдруг захотелось все испыть, я чуть-чуть угрожать. И жить долго-долго. «Сегодня на 31-м». До этого момента, о чем мы с вами говорили? Мы с вами говорили о биографии, о каторге. И мы затронули несколько произведений. Мы говорили с вами о «Белых ночах», о том, что «Белые ночи» похожи даже на «Египетские ночи» Пушкина. Мы говорили о записках из подполья. И мы говорили о романе «Игрок». Вот об этой страсти, о которой Достоевский пишет. Но идет дальнейшее развитие. Идет дальнейшее развитие и жизненное, и идет дальнейшее развитие творческое. Далее брак. Мария Достоевская и Исаева, которая длится 7 лет. И такой наиболее, наверное, важная история в жизни Достоевской. Это Анна Достоевского, которая стала супругой писателя в возрасте 20 лет. Вот она как раз пишет «Мой муж всю свою жизнь был в денежных тисках». Достоевский посвятил супруге свой последний роман «Братья Карамазы». Это длительный брак, это четверо детей, двое погибают практически в младенчестве. Это очень такие сильные супружеские и творческие связи. Написал очень важную работу «Мережковский». Это классик Серебряного века, он написал работу о Толстом и Достоевском. Вот он пишет, Достоевскому не нужно было доказывать себе, что деньги – зло, что следует отречься от собственности. Он мучился бедности и придавал деньгам, по крайней мере, в своем сознании. Большое значение. Очень интересные зимние записки о летних впечатлениях. Я заново перечитывала. Достоевский, как и многие русские писатели, ездил за границу. И вот эта тема взаимоотношений России и за границей очень сильная для Достоевского. И я думаю, для каждого из нас тоже. Вот он мучается этим вопросом, что же такое западные страны. И он отправляется в путешествие, он очень многое критикует. Более того, герой-идиота, князь Мышкин, он возвращается за границу, когда он в первой сцене встречает Рогожина в поезде. Вот, например, он пишет о Кёльнском мосту. Но вот насколько это правда? Вот я очень критично, например, это слушала. Мост, текст Достоевского, мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им. Но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. При том же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится. Верно догадался, что я иностранец, и именно русский, подумал я. Ну, такой комплекс, да, русского человека с границей, по-моему. По крайней мере, его глаза чуть не приговаривали. Ты видишь наш мост, жалкий русский? Ну так ты червь перед нашим мостом, перед всяким немецким человек, потому что у тебя нет такого моста. Еще он пишет о перерождении, что русский всегда хочет похожим быть на западного человека, но тем не менее сохраняет почему-то свою идентичность. Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились, с этим, я думаю, все согласятся. Одни с радостью, другие, разумеется, со злобой за то, что мы не доросли до перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что мы не переродились даже при таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта. О Лондоне и женщинах, пишет Достоевский. Кто бывал в Лондоне, тот, наверное, хоть раз сходил ночью в Гаймаркет. Это квартал, в котором по ночам в некоторых улицах тысячами толпятся публичные женщины. Улицы освещены пучками газа, о которых у нас не имеют понятия. Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми останавливаешься в изумлении. О Лондоне он очень интересно пишет. И он очень интересно пишет о Париже. Один так снова. Парижанин ужасно любит торговать. Но кажется, и торгуя, и облупливая вас, как липку в своем магазине, он облупливает не просто для барышей, как бывало прежде, а из добродетелей, из какой-то священнейшей необходимости. Русским вообще ужасно хочется показать в магазинах, что у них необъятно много денег. Но мне кажется, это очень остроумно, это очень правильная черта, и абсолютно идет в разрез западной традиции. Правда, смешно очень. Зато находится же на свете такое бесстыдство, как, например, в англичанках, которые не только не смущаются, что какой-нибудь Адонис Вильгентель забросал для них весь прилавок товарами и переворотил весь магазин. Но даже начинают ужас торговаться за каких-нибудь 10 франков. Ну, далее о женщинах. Вот, кстати, очень точно, смотрите. На улице женщина неприкосновенная. Это о западной, правда, неприкосновенная. Никто не оскорбит ее. Это я очень всегда, я только что читала это в Христианской Академии в Петербурге, просто плакала. У меня очень особо хорошо это получалось. Никто не оскорбит ее, все перед ней расступаются. Не так, как у нас, где женщина манамальски не старая, двух шагов пройти не может на улице, без того, чтобы какая-нибудь воинственная или потаскливая физиономия не заглянула ей под шляпку и не предложила познакомиться. Вы более понимающие герои, потому что я просто, я бы не могла сдержаться. Записки из подполья, аллегорический образ. Это очень сложное произведение. Вот вы видите здесь и Кьер Кегор, рыцарь веры. Кьер Кегор известный скандинавский философ, экзистенциалист. Там вот идея страх и трепет, что перед Богом может быть страх, когда вы боитесь. А должен быть трепет, когда вы не боитесь от страха, а боитесь, потому что это высшая сила. То есть это глубинная философия, так же, как и Шопенгауэр, Кант. Это глубинная философия или Ницше, которую Достоевский затрагивает. То есть именно, я думаю, одна из причин, почему он так популярен на Западе, и почему он признан на Западе, как один из самых ярких авторов. И он очень признан в России. То есть это автор, который признан во всем мире, конечно. Если насчет Толстого даже есть какие-то оговорки иногда. В отношении Достоевского, мне кажется, оговорок нет, кроме Набокова, который очень скептически говорит о Достоевском. Вот здесь будет идея хрустального здания на веки Нерушимого. О том, что такое вот это подполье, что такое здание. Будет аллюзия на Великобританию и королеву Викторию, хрустальный дворец, где все знаменитые в гайд-парке достижения Великобритании были показаны. То есть вы видите такой охват, да, вот эта иррациональность с одной стороны, и вера в прогресс. То есть в этом плане Достоевский – это автор XIX века. XIX век – это век человеческого прогресса, с одной стороны, колоссально. Это век Дарвина, это век психоанализа. И это идея о том, что человек сильнее церкви, Бога и всего остального. Человек может все, потому что человек создает свои вот эти научные замечательные вещи. И тем не менее и психоанализ, и вот эта романтическая струна говорит нам о том, что в жизни очень много иррационального. И вот это иррациональное для Достоевского, вот он подхватывает, в Европе подхватывает это очень сильно, и авторы, и писатели. И Достоевский об этом пишет. Вот об этой стихийности невероятной. И, конечно, это найдет свое отражение в других произведениях. Романтика, да, вот свойства романтика. Все видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видеть самые положительные наши умы. Против разума. Вот 19 век, который разум, писатели пишут, что разум – это очень мало. Писатели видят, что иррациональное начало, и то, что не видно нашим сознанием, гораздо более важное, чем то, что нам диктует наше сознание. Но я думаю, что это и для искусства, и для музыки это одна из самых важных тем. Что наш разум не способен понять то, что может понять наша душа или какие-то другие инстанции. Розанов о Достоевском. Вот он говорит, что он прародитель превращения Кавки. И известный фильм «Американский психопат», вот это такая раздвоенность, она, конечно, в записках из-под поля очевидна. Но я сократила это произведение, оно достаточно тяжелое, поэтому мне как-то не хотелось вам очень подробно рассказывать. Тем более, что оно для Набокова, наверное, не будет так актуально. Ну вот Тючева – это струна «Умом Россию не понять», «Аршином общим не изменить». У нее особенная стать, Россию можно только верить. Вот это вера, которая, наверное, в разных традициях по-разному перекликается. Или это вера для христианского сознания, или это вера иррациональная. То есть я для себя здесь пыталась найти точки соприкосновения. Для Набокова, конечно, слово «вера» оно не будет иметь такого значения. Вот это вера, христианская вера, христианство – это Достоевский, и это, конечно, очень сильно русская традиция. И опять Дмитрий Мережковский, его труд «Толстой и Достоевский», «Толстенная» вот такая книга, он пишет, во всяком случае, рассматривая личность Достоевского как человека, должно принять в расчет неудалимую потребность его как художника. Мережковский, вот я не совсем, не во всем с ним согласна, он такие параллели проводит. Он сравнивает Толстого, говорит, что для Толстого жизнь – это всегда в смерти. Вот как мы сегодня говорили о Толстом, умереть – значит проснуться. А для Достоевского жизнь все-таки здесь. А также, как для любого христианина, как это ни странно, жизнь – это здесь, не потом когда-нибудь, а жизнь – это здесь. И вот эта жизнь, если она с Богом, вот она возможна здесь. Вот такие вещи рассказывает Мережковский о Достоевском, о безднах человеческого сердца, преимущественной бездны сладострасти во всех его проявлениях. И, наконец, роман «Идиот». Вот этот роман «Идиот», которым выводится, возможно, впервые положительная личность, потому что написать о Христе, вот когда рассказывают, какие романы продаются, всегда говорят «Скаля Тахара», «Унесенный ветром» очень хорошо продаются, потому что никому она не… Все влюбляются в «Скалю Тахару», но она совершенно ужасна. Мела непрекрасная, она заботится о его по всех, а «Скаля Тахара» продается, обманывает. Но она нас всех восхищает с раннего детства, моя любимая героиня. То есть герой не может быть, сложно сделать героя, который был бы положительным. А здесь Христос, князь Христос он его называет. Князь Христос, который водится по обествованию. И Мережковский, когда об этом романе пишет, он ужасно пишет, он говорит, он между двух женщин не может выбрать, он влюбляется в Аглаю и не может оставить Настазию Филиппову. Ну и вообще все герои от его присутствия, они ничего не выигрывают, они только теряют. Он никого не спасает. Так пишет ужасно Мережковский. Мне кажется, что идея здесь заложена, не только мне кажется, намного более глубокая. Вот что такое Христос среди всех нас. Вот возможно это написать, что приходит человек, который всех очень любит. Люди от него, он никому не помогает. Он в результате не может никому помочь. Но вот его этот светлый образ, который в этом эпилептике показан, вот он как-то меняет все окружение. Но на самом деле там огромное количество, наверное, других глубин. И очень сложно обо всех них говорить. Есть известные сцены. Ну вот я немножко Мережковского позволю себе пропустить. Было много постановок. Была известная постановка в Горьковском театре в Петербурге. Нина Альхина, мы ее, кстати, очень хорошо знали, она говорила, я боролась с ролью Настасьи Филипповни, как Рихтер боролся с роялем. Потому что очень сложно было играть. Потому что Настасья Филипповна, конечно, страшная совершенно героиня. А когда мы со студентами разбирали это, мы поняли, что мы себя ставим на место каждого героя. Мы в какой-то момент жизни идиот. И Рокушин, и Настазия Филипповна, и Аглая. То есть это очень тонко им подмечены вот эти все взаимоотношения. Есть очень известные сцены. Есть известные сцены, которые, как говорят критики, равных сцен нет в мировой литературе. Вот есть сцена торга. Потому что Настасья Филипповна, когда приезжает князь Мышкин, он приезжает, он видит ее портрет, влюбляется в нее. У него абсолютно такие искренние реакции. Он влюбляется и говорит, что она очень много страдала. А на тот момент Настасье Филипповне, я напоминаю вам сюжет, ее должны выдать замуж. Потому что она живет при своем таком престарелом человеке, который ее развратил, растлил. И он хочет выдать ее замуж за Ганю, за Иволгина. И за это дается деньги. А там есть еще тема Рокушина, который купец, который в нее страстно влюбленный, который хочет ее торговать. То есть он в какой-то момент ей привозит деньги, а она говорит о том, что она хочет выйти замуж. Но поскольку Рогожин так страстно к ней относится, то он ее торгует и говорит, что вот я привезу, сначала он говорит, 50, 100 тысяч. То есть вот он должен привезти эти деньги. Когда он привозит эти 100 тысяч, он говорит, может быть, еще подвенец меня вызовешь. Он говорит, подвенец, как тебе не стыдно? Ты купец, я с тобой не пойду, я могу только с тобой. И она эти деньги собирается кинуть в огонь. Вот эта известная сцена, когда она и просит своего, только что человека, за которого хотела выйти замуж, она говорит, возьми эти деньги, но только голыми руками, она ему говорит. И он падает в обморок, потому что его гордость одерживает верх. Но он известен как человек, который женится из-за денег, человек, который любит деньги. Вот эта тема денег. И она ему говорит, голыми руками он падает в обморок. То есть это, конечно, вот не Чехов, что плюсы и минусы показывают, но до такой глубины человеческих страстей доходит Достоевский в этом произведении. Я вам честно скажу, действительно, равных авторов, по-моему, в мировой литературе нет, возразите мне. Потому что, когда я это перечитывала, то я, конечно, просто вот еще раз должна вам сказать, абсолютно преклоняюсь. Смотрите. 40 тысяч, все на стол. Сцена выходила чрезвычайно безобразная. Но Настазия Филипповна продолжает смеяться и не уходила. Точно и в самом деле с намерением протягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже встали со своих мест и испуганно, молча ждали, до чего это дойдет. Глаза Варе сверкали, но на Нину Александровну все это подействовало болезненно. Она дрожала и, казалось, тотчас упадет в обморок. А коли так сто, сегодня же сто тысяч, представлю. Маленький отрывок. Рогожин и князь Мушкин. Что ты сейчас спрашиваешь? Да так. Ведь многие, многие не веруют. Вообще не веруют. Ну. А за счет веры, Фарфер. Насчет веры я на днях одну встречу имел. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит по мне. Купи парил крест. Со двугридами оттам. Серебряный. И точно, ну, как у него крест. И видно только что с себя его снял. Только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Я был в ту глину. Я думал, ну, крест тут же на себя надел. И по лицу солдата было видно, как он был доволен, что на то угол пропали. И по лицу солдата было видно, как он надел. Вся сила Достоевского в том, что вот они встречаются с самого начала. Вот это начало, когда Рогожин встречается с князем Мышкиным. И потом они оказываются, после того, как Рогожин убивает Настасью Филипповну, они оказываются вместе в одной кровати. То есть они становятся частью единого целого. Святой и убийца. Вот такая сила Достоевского, что они оба ее любят. Любят по-разному, но они две стороны одной и той же медали. Сила этого совмещения, конечно, совершенно гениальная. Рогожин и князь Мышкин, они долго общаются, они обмениваются крестами. Не понимаю я тебя, что ж, может, ты впрямь не понимаешь? Хе-хе. Говорят же про тебя, что ты того, другого она любит. Вот что пойми, точно так, как я ее люблю теперь, точно так же она другого теперь любит. А другой этот, знаешь ты кто? Это ты. Что, не знал, что ли? Я, ты. Она-то очень сильно. Да, вот этот купец, да, который ревнует ее до такой страшной степени. Он ему сообщает, она тебя любит. Навуков никогда не будет таких нарывов. Он рассказывает, как у нее пеньюарчики там, и как ее любимая жена, но она так с ней скучна. Вот, и она вообще, она так подбирает одежду, что там одно и то же всегда, вот, один и тот же цвет. То есть он смеется над этой любовью, над всем этим. Это абсолютно с другим, в другом ключе. Здесь до слез просто. Она тебя тогда с тех пор с именинтой полюбила, только она думает, что выйти из-за тебя невозможно, потому что Настасья Филиппина при всем своем ужасе, эта героиня страстная, падшая, вообще вот такой апофеоз просто страстности женской, она его жалеет в последний момент. Она не хочет себя вот на него как бы свалить во всей своей ужасе, понимая, что он всегда, что князь Мышкин всегда ей хочет помочь, и как бы он к ней не относился, он ее будет продолжать любить. Я, кстати, никогда не знала, что они вместе оказываются. Они оказываются вместе в какой-то момент. Это очень кратко Достоевским описано. И после того, как князь Мышкин оказывается с Настасьей Филипповной, не то, что он ее разлюбливает, ему плохо с ней, он не может с ней долго находиться. То есть он сбегает, и он встречает молодую девушку, Аглаю, с которой ему очень хорошо. Но потом вот будет очень важная и сильная сцена. Анастасия Филипповна продолжает писать письма Аглаю с просьбой жениться. Она их словно благословляет. Но в последний момент она приезжает, разговаривает с Аглайей, говорит эту фразу, а хочешь, я прогоню Рогожева, хочешь, я прогоню. И он идет с ней, он бежит за ней, князь Мышкин. И один из героев говорит, даже если бы это, и Аглая в ужасе убегает, молодая девушка обиженно убегает. И один из героев говорит, даже если бы это в обморок упало, ты должен был за ней бежать. Говорит, Аглая все поймет, она все поймет. Говорит, что же она поймет, ты только что и обещала жениться, что же она у тебя поймет, эта девушка. Говорит, да все поймет. Вот, и вот это, как Достоевский описывает, это, конечно, невероятно просто, насколько вот с разных этих точек зрения, да, но вот здесь еще Рогожиный князь Мышкин, она тебя тогда с тех самых пор с именинта и полюбила, до сих пор про это сама утверждает, она все это мне сама так прямо в лицо и говорила, тебя сгубить и опозорить боится, а за меня, значит, ничего, можно выйти, вот каково она меня почитает, это тоже заметь. Заметь, пишет Мережковский, его любовь к Настазе Филипповне чистейшим огнем пламенеющая христианская жалость, бесконечная самопожертва, но он любит ее только в духе, только для нее, а не для себя, против себя, потому что чувствует, что погибнет с ней, может быть, и ее не спасет, но это вторая любовь, для него такая же святыня, как и его влюбленность в Аглая. Ну вот здесь я пыталась разобраться, Мережковский говорит, что он должен был выбрать, он не может выбрать, но христианская любовь, она не выбирает, вы не любите одного человека, вы как бы любите всех, в этом сложность, что он разрывается между двумя женщинами и не может ни одну спасти. Но как он это показывает? То есть это настолько правдоподобно, если мы опустимся до любых уровней к своей духовной душе, он все равно идет и хочет быть с ней. И они должны пожениться, и она из-под венца кричит карету и с Рогожиным уезжает, и уезжает, наверное, смерть. Тот месяц в провинции, когда он чуть не каждый день виделся с ней, произвел на него действие ужасное, до того, что князь отгонял иногда даже воспоминания об этом еще в недавнем времени. Сцена Аглая и Настасья Филипповна очень сильная, две женщины, две соперницы, вот как это все выходит. Вы видите, что я не смеюсь, грустно и строго проговорила Настасья Филипповна, впрочем, мне все равно, смеетесь, как вам угодно. Когда я стала его спрашивать сама, он мне сказал, что давно уже вас не любит. Ну, молодая девушка, она все знает, она уже все предугадала, что она выходит замуж, она сообщает своей сопернице, что ничего не получится. Да, я вам должна еще сказать, что я ни одного человека не встречала в жизни подобного ему по благородному простодушию и безграничной доверчивости. Вот она ей объясняет Настасье Филипповне, за что она его полюбила, все сейчас уже у нее все разумом понятно, что все так есть. Аглая остановилась в мгновение, как бы пораженная, как бы самой себе не веря, что она могла выговорить такое слово. Но в то же время почти беспредельная гордость засверкала ее взгляд. Она очень гордая девушка, ну, как все девушки, по какому праву вы осмелились ко мне писать письма, по какому праву вы заявляете поминутно ему и мне, что вы его любите. Ну, качает свои права, как мы бы сказали, да? Разве это не заявление, Настась Филипповна? Ну, возьмите же ваше сокровище, вот он на вас глядит, опомниться не может. Берите его себе, но под условием, ступайте сейчас же прочь, сейчас будет моим. Сию же минуту она упала в кресло и залилась слезами, но вдруг что-то новое заблистало в глазах ее. Она пристально и упорно посмотрела на Аглаю и встала с места. А хочешь я сейчас, а хочешь, прикажу, слышишь ли, только ему прикажу, и он тотчас же бросит тебя и останется при мне навсегда и женится на мне. А ты побежишь домой одна, хочешь, хочешь, крикнула она, как безумная, может быть, почти сама не веря, что могла выговорить такие слова. Аглая в испуге бросилась было к дверям, но остановилась дверя как бы прикованная. Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты думала, что я уж и повенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия. Вот сейчас при тебе крикну, уйди, Рогожин, а князю скажу, помнишь, что ты обещал? Господи, да для чего же я себя так унизила перед ними? Да не ты ли, князь, меня сам уверял, что пойдешь за мной, чтобы не случилось со мной, и никогда меня не покинешь, что ты меня любишь, и все мне прощаешь, и меня ува... Да ты и это говорил, и я, чтобы только тебя развязать, от тебя убежала, а теперь не хочу. За что она со мной так с беспутной поступила? Беспутная ли я? Спроси у Рогожина. Он тебе скажет. И, конечно, одна из самых сильных сцен, это сцена, когда приходит Настасья Филипповна уже после свадьбы в дом Рогожина, и он убивает ее ножом, который мы видели в какой-то момент. И там вот эта картина «Мертвый Христос» Галбейна, то есть это заранее все расписано. Вот Достоевского как раз вот все ружья, они обязательно стреляют в течение всей пьесы. Там не сказано впрямую, что произошло, но постепенно, когда Рогожин вводит князя Мышкина, мы ощущаем, что именно было, вот потому как это все описано. Смотрите, где же Настасья Филипповна? Он не верит, что это произошло, проговорил князь, задыхаясь. Она здесь, медленно проговорил Рогожин, как бы капельку выждав ответить. Где же? Рогожин поднял глаза на князя. «Пойдем!» Он все говорил шепотом и не торопясь, медленно и по-прежнему как-то странно задумчиво. Вошли в кабинет. В этой комнате с тех пор, как был в ней князь, произошла некоторая перемена. Через всю комнату протянута была зеленая штофная шелковая занавеска с двумя входами по обеим концам. «Ты бы свечку зажег!» Полное безумие уже, да? То есть вот она здесь? «Нет, не надо!» — ответил Рогожин. И, взяв князя за руку, нагнул его к стулу. Сам сел напротив, придвинул стул так, что почти соприкасался с князем коленями. Между ними несколько сбоку приходился маленький круглый столик. «Садись, посидим пока!» — сказал он, словно уговаривая посидеть. Но на диване двоим рядом нельзя было лечь, а он непременно хотел послать теперь рядом. Вот почему истощил теперь с большими усилиями через всю комнату, к самому входу за занавеску, разнокалиберные подушки с обоих диванов. Кое-как постель устроилась, он подошел к князю, нежно и восторженно взял его за руку, приподнял и подвел к постели. «Слышал?» — твердо прошептал князь. «Ходит, ходит. Затворить или нет дверь?» — затворить. Дверь затворили, и оба опять улеглись. Вот Мережковский пишет. «По мукам нашего собственного разума мы чувствуем, как это великое сознание, казавшееся таким единым, алмазно-твердым, разрушается, разрушается между вот этим пониманием, да, убийца и святой. Ракожа набивает делом, князь мышкин неделанием». Вот такой Достоевский, такое его творчество. Зигмунд Фрейд пишет в письме Стефану Цвейгу, что Достоевский не нуждается в психоанализе, но тем не менее подробно Фрейд анализирует. И Достоевский, он пишет, обладает типично русской чертой идти на сделки собственной совестью, грешникам и преступникам. Русский писатель подчинился мирским и духовным авторитетам, поклонялся царю-батюшке и христианскому богу. Ну вот недостаточно глубоко, конечно, Фрейд анализирует Достоевского. Мы здесь видим различные психологические, психиатрические термины и дипов комплекс, и вот такие слова, как анонизм, да, в отношении карточной игры. Но мне кажется, что, конечно, вот по сравнению с тем анализом, который наши критики предпринимают, достаточно анализ такой психоаналитический, он несколько скупой. И переходя от этих замечательных произведений Достоевского, собственно, к Набокову, ну вот я выбрала роман «Отчаяние». Роман «Отчаяние» — это роман, который Набоков пишет в Берлине. И это роман, который, я попытаюсь большой экран сделать, роман, который не имел такого большого успеха, как очень многие произведения Набокова сначала, и он вызвал огромное количество критических замечаний. Набоков происходит из очень богатой семьи, у него родственники золотопромышленники, он обучается английскому языку с раннего возраста, у него английский родной язык, он вообще владеет тремя языками очень хорошо, у него, он рождается на Большой морской 47, это очень богатый район, два шага от Исаакиевского собора, у него дед министр юстиции, мать покупает этот дом, потом отцу дарит, у них огромное количество имуществ, мы только что издавали книгу, писали очень интересную, и после революции там 75 картин очень дорогих мастеров в Эрмитаж передали, то есть это очень богатые такие хоромы, очень красивый дом, он рождается на втором этаже, сохранился сейчас кабинет отца. И Набоков с раннего возраста, он находится в европейском окружении, европейской культуры, у него гувернантки говорят и по-английски, и по-французски, очень красиво «В память говори», это его такой роман об эмиграции, о Кембридже, он рассказывает, как когда у него была горячка, мать на санях по снегу отправляется в английский магазин и покупает ему огромный карандаш фаберонский, и дарит этот карандаш, и ему становится лучше, он просверливает дырочку, узнать графит на протяжении всего карандаша или нет, а он просверливает дырочку, это как произведение искусства, что такой большой карандаш, человеческий рост, но у него графит есть или нет, даже если есть графит, зачем этот графит, никто же никогда большим карандашом не будет рисовать, он все равно рассказывает, что искусство точно так же, оно не для чего, но искусство очень нам нужно по какой-то вот такой невероятной причине. И вот этот человек, который публично говорит о том, что он не любит Достоевского, он смеется над Достоевским, он бросает страшную фразу в своих интервью, Владимир Набоков, он пишет о том, что его не интересуют раскаившиеся преступники и высоконравственные проститутки, то есть вот этот весь пафос, о котором я вам говорила в отношении Достоевского, я вам очень искренне о нем говорила, да, я просто плакала, когда я вам рассказывала, то для Набокова это все очень смешно, да, то есть он подходит к вот таким страстям, к копаниям, русским копаниям в душе, он подходит с таким европейским, я бы сказала, холодным, для него красота и глубина человеческих взаимоотношений, она вовсе не вот в таких душевных коллизиях, поэтому для меня очень четко, Набоков в этом очень западный, а Достоевский очень русский, но мы прекрасно знаем, что Достоевский становится столь популярным именно на Западе, то есть здесь эти пересечения, они вновь приобретают вот такие удивительные, фотосмагогические очертания, небытие Божьего доказывается просто пишет Набоков, он не пишет о Боге, о христианстве, он пишет о небытие в основном, о том, что бывает с человеком, когда нет Бога, вот немного Швейцарии, я когда-то туда приехала удивительно мистически, и вот это предстало моим тому, что я никогда не ожидала, что место, где писал Набоков свою аду, это последний роман, это Швейцария, он так ее и рассказывал, Швейцария очень спокойная, там пахнет цветами, поэтому я эти все фотографии с того времени, я так и показываю, это недалеко от мантру, где Набоков проводит последние 20 лет своей жизни, он живет в гостинице и пишет аду, где это вообще энциклопедия европейской, русской жизни, его последний роман, поэтому вот Лозана, и у Набокова очень, несмотря на его ироничность, у него очень трогательные письма к жене, вот когда вы слушаете его письма к жене, то вся эта ироничность, игра со смыслами, интеллектуальность, она вся пропадает, то есть там даже не Достоевский, а там такая нежность и сентиментальность, Набоков утверждает всегда, что он не сентиментален, он смеется над всеми фрейдистами, говорит, что психоаналитики шарлатаны, он смеется над любой сентиментальностью своих произведений, но когда вы слушаете письма, хотите послушать немножко, вот здесь такая театральная версия «Писем к жене». Ты безглагольна, как все, что прекрасно. Я уже свыкся с мыслью, что не получу от тебя больше ни одного письма, нехорошая ты, моя любовь. Посылаю тебе мой лик, который случайно нашел у мамы, а у нее еще один такой же. Снялся я два года тому в Кембридже «О, sweet memories» накануне экзамена, чтобы в случае провала найти знак обреченности, фатальную черточку в своем изображении. Но, как видишь, я горд и беспечен. Вчера, наконец, приехала наша мебель. Оказывается, она пространствовала окружным путем. Гамбург, Америка, Сингапур, Константинополь. Чем и объясняется задержка. Теперь квартира наша немного повеселела, то есть сперва было в каждой комнате крошечной, по одному стулу теперь их целый полк. Что напоминает... Если вы зайдете на сайт музея Набокова, там вот эти письма озвучены. Поэтому очень интересно их прослушать, послать друзьям. Я всегда этим занимаюсь. Это очень, может быть, так любопытно. Итак, роман «Отчаяние». Вот роман «Отчаяние» мы смотрели сегодня версию Анны Кариной с Кирой Найтли. Очень... Нет. Не звуковослушатели. Онлайн-слушатели. Мне кажется, это потому, что ваш микрофон подключен. А что, почему? Нет, потому что тут надо настроить, чтобы слушатели онлайн слышали звук от видео. А, ну мы уже не будем больше. Ну вот, да, тогда лучше не будем. Ради Бога, мы тогда уже не будем. Там только изображение. Просто есть версия «Отчаяния», раз мы говорим об этом романе в связи с Достоевским. «Отчаяние» был фильм 74-го года Тома Штоппорда. Это тот же самый сценарист, который пишет Анну Каренину с Кирой Найтли. Очень известная, когда они танцуют, как лебеди, такие руки. Очень известный фильм. Тоже «Штоппорда». Так вот, этот фильм «Отчаяния», он как раз раскрывает вот эту идею двойничества. Там идея-то, фабула очень простая и как бы в стиле Достоевского, но совсем с другим смыслом. Идея там о неком Германе у Набокова, да, вот в этом «Отчаянии». Некий Герман, который идет по лесу и вдруг встречает своего военника, человека, который на него очень похож, которого зовут Феликс. И он задумает его убить. Потому что он понимает, его убьют, а подумают, что это он сам, и он с женой уедет. То есть вот такая фабула. И он его убивает. И мало того, Набоков говорит, «Ой, я так хорошо напишу эту сцену, вы не представляете, как будет интересно, как я расскажу об этом страшном сознании». Вот здесь самая большая сложность с Набоковым. Он пишет не о том, о чем книга. То же самое с Лолитой. А вот с Лолитой он пишет о страсти, а вовсе не о том, что один человек соблазняет вот эту маленькую девочку. Книга «Отчаяние» – она о том, как вы убиваете плохого художника в самого себе. Это вот эта зеркальная встреча, зеркальная встреча со своим отражением. Но дело в том, что каждый человек, с которым мы в жизни встречаемся, это все наши зеркала с точки зрения психоанализа. Поэтому для Набокова интересно не так психология убийцы. Ему интересно так написать, чтобы у нас создалось определенное представление о том, что такое эта жизнь с огромным количеством деталей. Вот он вводит огромное количество деталей, он вводит огромное количество различных аллюзий. Ну вот просто текст послушать. Вот о чем этот текст? Посмотрите. «О, этот желтый стол». Вот выбирает Набоков желтый стол. Зачем этот желтый стол? Он фиксирует, он занимается бабочками, он фиксирует любые детали, как будто смотрит под микроскопом. «О, этот желтый стол, почетливо желтый среди размазанной природы, он вырастал в моих снах, мои видения по нему ориентировались, все мысли мои возвращались к нему, он сиял верным огнем во мраке моих предположений. Мне теперь кажется, что увидев его впервые, я как бы его узнал, он мне был знаком по будущему, быть может, я ошибаюсь». Вот опять тема вечности. Откуда-то пришли, куда-то уйдем. Тема вечности, которая приходит во сне, в каких-то вот таких деталях. Ощущение то, что для Набокова будет термином правильным двойного бытия. Двойного бытия – это жизнь здесь и жизнь в пространстве вечности. Вот это одна из самых важных тем для творчества Набокова. И здесь нет морализатовства, здесь нет вот таких рассуждений, наверное, о душе, которая христианка, о христианских вот таких ценностях. Здесь совсем другой взгляд. И тем не менее, во многом, конечно, это тоже очень русский писатель. Вот эта тема вечности, она, конечно, здесь звучит очень сильно. Ну вот сюжет, мы говорили о сюжете. Какая критика? Вот современные критики много пишут о психоанализе. Пост-лакановская традиция. Лакан – известный французский психоаналитик, который вводит понятие символического, реального и воображаемого. Лакан и психоанализ говорят о том, что то, как я вижу себя и как вы видите меня – это две большие разницы. Что мы видим друг друга не так, как сам человек видит себя. То есть вот в этом романе наиболее отчетливо прослеживается эта тема двойничества. Вот эта расщепленность психики, неоднозначность психики. Вот эти два расщепленных героя – Герман и Феликс. Современники Набокова очень критикуют это произведение. Ну вот в эмиграции Адамовича, Георгий Иванов и Ходасевич, они все критикуют этот роман. Ну вот пишет, например, амфитеатр. «Почитала отчаяние Сирина? Мне совсем не понравилось. Претензия огромная, а ведь не убеждает. Талант бесспорный, но коллега и так уж вязчий изломался, что едва ли выпрямится». Известный критик Вейтли тоже пишет, он отмечает, что тема творчества Сирина – само творчество. Вот очень важная мысль. Набоков пишет во многом не только о психологии, не столько о психологии. Он смотрит на творческую личность, о том, как создается произведение искусства. То есть вот этот Герман и Феликс, и сама идея убийства, которая рассказана в романе, это не идея морализаторская Достоевского, это идея о том, как мы смотрим на наш процесс творчества. Вот кто-то рисует картину, как этот человек смотрит на эти картины, на самого себя, как на художника. Внимание Сирина не столько обращено на окружающий его мир, сколько на собственное «я», обреченное в силу творческого призвания своего отражать образы, видения или призраки этого мира. Ходосевич тоже критикует очень роман, но пишет, что до отчаяния художника доводит то, что в провале оказывается виноват он сам, потому что он только талант, а не гений. Вот здесь тема Сальери. Тема Сальери – тоже пушкинская тема, что Моцарт был гением, а Сальери был не гением, а человеком, который ему завидовал. Вот тема хорошего художника, талантливого художника и художника, который бесталантно и завидует талант. Вот здесь разложены вот эти герои. Вот они, два Герман и Феликс, они как зеркальное отражение друг друга, но один из них хороший художник, другой плохой художник. Вот главный герой, он убивает не другого человека, он убивает в себе плохого художника. Вот Лолита точно так же. Набоков пишет это о страсти. Она пишет, вы читали Лолиту? Вы помните Лолиту? Я давно не читала Лолиту, и там ведь, когда спрашивали Набокова, о чем это произведение, он говорит, что Лолиту мне послала такая история о мартышке. Он прочитал про мартышку, что мартышке принесли зеркало, и она стала запирать себя в собственной клетке. Вот как человек себя запирает в клетке, это как человек себя отдает страсти. Вот что такое страсть в жизни человека? То есть вот здесь раскладывается тоже христианская идеология. Но мы все знаем, что мы все в страстях, да, человек весь в страстях. Но именно эти страсти, они нас парализуют. Да, вот я студентам говорю, а как вас отправить в церковь, чтобы вы были людьми, были хорошими? Ну, не как, очень сложно заставить. Достоевский впрямую, но через христианство, что надо простить, и как на преступление наказать, встань, попроси прощения, скажи, я убил. Скажи, я убил, встань, попроси прощения. Ну, вот это же какая тема? Набоков совершенно этого не делает, но он показывает вот эту сложность человеческой психики, доводит ее вот до такого разложения различных аспектов в каждом человеке. То есть он делает фактически то же самое, но по-другому. Очень его критикуют. Вот здесь и Иудушку, Германа Иудушку, здесь приводят, это Салтыков, Щедрин, и даже Жан-Поль Сартер, французский экзистенциалист, пишет об этом, обо всем. Ну, вот несколько, Адамович, я вам хотела, таких примеров. По самому замыслу, все двоится и отбрасывает фантастически зловещие тени, не достает ощущения разницы между организмом и вещью. Вот Адамович говорит о просьбе Набукова, что у Набукова совершенно нет живых лиц, у него нет живого человека, вот у него нет ни Настаси Филипповна, ни идиота, у него карточные вот такие игрушки, или карточные плоские персонажи, которые даже не имеют жиротворящей влаги в своих образах. Вот найти Набукова в нашей литературе место и приклеить к его творчеству ярлык было бы нетрудно. Схема, представляющаяся приемлемой и правильной, существует сама по себе, а сомнения и думения Германа тоже сами по себе. То есть вот здесь, видите, вот такая критика. Люди, о которых рассказывает Набуков, очерчены в высшей степени метко, но как у Гоголя, им чего-то недостает, чего-то неуловимого и важнейшего, последнего дуновения или, может быть, проще души. Вот у него герои не с душою, у него герои плоские, и тем не менее, вот такие же плоские, как персонажи Болерон, например, у Набукова, но тем не менее, вот сквозь текст проступают различные смыслы. И что важно для Набукова? Вот что важно? Для творчества показательный главным образом его строй или по-другому его тон, звук, окраска, то, что выражает самую сущность замысла, то, чего автор не в силах ни придумать, ни поделать. В Набуковской прозе звук напоминает свист ветра, будто несущего в себе и с собой легкость в мыслях необыкновенную. Вот когда вы читаете Набукова, вы часто даже не помните, о чем. Такое количество деталей он написывает даже фольгу, которую он видит на платформе. Говорит, что Кавка то же самое делает. То есть вот эти детали, которые, просто детали ученого, он же занимался бабочками, он внес какой-то вклад в науку огромный по количеству бабочек и по тому, что он написал об этих бабочках и как он исследовал бабочек. То есть вот под микроскопом смотрит мельчайшие детали человеческой жизни. Неординарность, странность, меткость, причудливость. Вот это все Набуков. Вот своих лекций, уже завершаю сейчас, по русской литературе, смотрите, что Набуков пишет. Один рассказ Чехова основан на синтаксисе волн, на оттенках того или иного настроения. А мир Горького состоит из молекул. А проза и творчество Чехова и Бунина, она основана вот на таком ощущении ветра. Ну вот здесь можно говорить очень много, конечно, о прозе. Вот Борис Валентинович Аверин сравнивает Набукова с Павлом Флоренским. Это величайший русский богослов. И вот он говорит о целомудрии в прозе Набукова. Мы знаем Набукова с точки зрения, наверное, вот Лолиты, то есть одна репутация. На самом деле основная тема это целомудрие, целомудренность героя. Целомудренность героя, которая вот идет по своей жизни и ощущает вечность. То есть вот очень много различных вот таких интерпретаций. И вот я хотела бы дойти до текста, да. Почему вот здесь про Флоренского говорят, то есть здесь тема бытия, да. Наверное, последнее, о чем я расскажу. Павел Флоренский, да, величайший богослов, вот он такую тему задает. Он пишет о том, что бытие в своей, основа бытия, и это платоновская идея, она в таинственности, что о каких-то вещах нельзя говорить впрямую. Вот Набоков, несмотря на то, что он пишет огромное количество деталей, описывает очень подробно. Он каких-то важных вещей не касается. Вот это такой, как сказали бы по-английски, скилл, да, такая возможность хорошего писателя не коснуться, а написать с огромным вкусом и ощущением жизни, да, то есть быть деликатным. Вот в истинной жизни Себастьяна Найта там герой, он стремится узнать тайну, идет к своему брату в больницу, а потом понимает, что он не хочет узнать эту тайну. Он не хочет дотронуться вот до этой тайны бытия. То есть вот видите, такие моральные аспекты и такие вот философские аспекты здесь обсуждаются. Вот бытиев в основе таинственной не хочет, чтобы тайны и вы обнажались словом. Вот такой многословный писатель, как Набоков, он не хочет какие-то вещи обнажать. А Достоевский, конечно, он все это обнажает, он все это показывает, он все это разрывает, для него это все открыто. А Набоков вот своим этим красивым текстом создает и поддерживает такую тайну. Все, два последних таких эпизода. Здесь очень подробно можно говорить и далее. Вот здесь у меня очень много критики различной. Почему я ей не сказал о жене в отчаянии? Вот о жене мы помним, как описывал Достоевский Анастасию Филипповну, а здесь вот как о жене. Почему я ей не сказал? Он даже жене не может сказать, что он встретил этого двойника. Такая особая встреча. Но вот жене он не может сказать. Почему я не сказала о невероятном моем приключении? Я, рассказывавший ей уйму чудесных небылиц, точно не смел оскверненными не раз устами поведать ей чудесную правду. А может быть удерживало меня другое. Писатель не читает во всеуслышание неоконченного черновика. Дикань не произносит слов, обозначающих вещи таинственные, сомнительно к нему настроенные. Сама Лида не любила преждевременного именования едва светающих событий. Как красиво. Преждевременного наименования едва светающих событий. А метафора какая? И на фоне моей аккуратности и чистоты, яролаж, который всюду сеяла Лида, сладкий, бульгарный запах ее духов. Но ее недостатки, ее святая тупость, институтские фурирчики в подушку не сердели меня. Мы никогда не ссорились. Я никогда не сделала ей ни одного замечания. Какую бы глупость она на людях не сморозила. Как бы дурно она не оделась. Но это такой не совсем комплимент женщине. Но тем не менее мы понимаем, что через это определенная любовь такая сквозит. Не разбиралась бедная в оттенках. Ей казалось, что если все, все одного цвета, цель достигнута, гармония полная. И поэтому она могла нацепить изумрудно-зеленую фетровую шляпу при платье оливковом или нильской воды. Любила, чтобы все повторялось. Если кушак черный, то уж непременно какой-нибудь черный кантик или черный бантик на шее. В первые годы нашего брака она носила белье со швейцарским шитьем. Ей ничего не стоило к воздушному платью надеть плотные осенние башмаки. Нет, тайны гармонии ей были совершенно недоступны. И с этим связывалась необычайная ее безалаберенность, неряшливость. Ну вот такой текст, такие рассуждения. И вот такой Набоков по сравнению с Достоевским. То есть суммируя огромное количество деталей и совсем другое отношение к слову. И постоянное, наверное, соперничество и вот такая критика даже не Достоевского, а Достоевской струны в русской литературе. Набоков критикует Достоевскую струну в русской литературе. Он не приемлет вот это на взрыв открытое христианство. Он относится к своим текстам по-другому. Вот так, наверное. Набокова потрясающе читать, но очень его сложно читать. Вот он погружает вас вот в такой мир своих текстов. Он пишет синестетические, то есть он видит, слышит слова, он даже видел, они своей женой верой по-разному видели буквы. Он видел, допустим, В.Н. Владимир Набоков голубым цветом, она видела желтым. То есть у них было очень обостренное ощущение жизни. Ну, нельзя сказать, что у Достоевского такого не было обостренного ощущения жизни, правда? То есть тоже обостренное, но по-другому. То есть я даже не берусь сказать однозначно так линейно, что это абсолютно разные писатели, потому что, когда вы задумываетесь вот об этой разной эстетике, вы понимаете, что это все равно часть единого вот такого организма, что называется культура. Но, конечно, традиции очень разные. Вам больше достается... Субтитры создавал DimaTorzok